Девушки отдыхают Девушки отдыхают В деревенском кафе гуляш это еще и глагол Девушки отдыхают У этих строителей которые Эту канализацию строили Что ж ты а Куда ты летаешь то а Фонтан недоделанный Я тебя все равно заткну Я заткну я в водолей по гороскопу Я сейчас тебя победю Что ж ты какой то Что ж О Сейчас мы тебя Так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо как я такой илон маск инновации по-деревенски марина мариночка маринетти маринар не а чё это у нас тут за жемчужина в раковине сидит твой летучий голландец здесь слышь летучий голландранец гости обнаружили что винегрет безалкогольный юбиляр со стула упал шутишь чародейка что пришел а там же гречит это еще не отдала а у меня аж выход после горячего так что есть время поварковать отвечу это маринка закипела уже не она меня ты как горячая полностью устраивать там бы гостям что-то кроме самогона в желудок накидать потому что там значит так хочешь горячая зайдись на тазик марисабель а чё за испытание чё там дальше попой шарики лопать будем я в этих пьяных конкурсах не участвую я сюда приглашён петь а как с маринкой хорошо гулять зимою с нею невозможно там убийца потому что у маринки есть за что схватить спасибо спасибо ген марин ну вот чё тут это ген ты чудо делаешь что я не знаю ты спросил у нее что по горячему марина чё по горячему ты спросил меня что по горячему даю мою бумагой чем по горячему вообще ты че молчишь ли ты че не разговариваешь со мной что ли ты обиделась то ли вот не пропалет заказал отрастёт у нее все до чего молчишь ты Я даже сейчас спрашиваю, что по горячему, что по горячему, я откуда знаю, что по горячему, говорю, сейчас спрошу, я к тебе говорю, что по горячему, ты молчишь, поговори со мной, хотя бы, хотя бы, поговори со мной, что вообще, ты наметли, там, что, рыба, курица, мясо, какое мясо, там, барайна, козлятина, мышатина, кожатина, там, жатина, говядина, Ген, ты что, там, будешь петь-то, что будешь петь-то, ты мне скажи, веселая, грустная, там, на, подпевать тебе, там, слова есть, нету слов, скажи, есть, нету слов, ты что молчишь со мной тоже, ты что, ты обиделся, ты вообще с казной, там Вообще никаких вариантов с тобой не было вообще. Скажи, ты знаешь, что я забыл, не забыл, о чём петь нельзя? Возраст фюбиляра нельзя, вторая семья нельзя, про зарплату вообще молчок, а то, что не выездной тоже нельзя. Всё, и про этих лебедей, пожалуйста, не пой, это уже от меня лично. Что молчить-то вообще, я не знаю, что делать-то мне вообще? Понятно, сам всё там, что-нибудь скажу. Господи, что такое-то, я не знаю. Господи, хорошо качало. О, не говори, он вообще кадавр дыхает. Так, Горохов, давай, садись в раковину. Ещё чего, я чё тебе, моллюск, в раковине сидеть. Ладно, я тебя предупредила. Марина, тащи серебро, а у тебя тут какая-то нечисть лезет из раковины. Подесант и нечисть, Горохов, я тебе говорю, стоки лезут наружу, сядь посиди. Пока тут пенная вечеринка не началась. Слышь, Маринка, а если я в ходе этой спасательной операции, ну, чё-нибудь себе травмирую, ты будешь за мной ухаживать? Господи, чё ты там себе сидя травмируешься-то? Ну, как чё, мягкие ткани? Ты давай елось поменьше, а то своими мягкими тканями сейчас всю раковину растянешь. Вот хочешь, Маринка, я про тебя всю правду расскажу. Вот всё, чё думаю, всё про тебя расскажу. Хочешь? Нет, конечно. Но выбора-то у меня тоже нет. Знаешь, чё я про тебя думаю? А? Может, жениться мне на тебе? А чё, баба ты видная, хозяйственная. Гряно такое не жениться. Ой. Ты чё думаешь? А я думаю, не подхожу я тебе, Горохов, красавцу такому. Не, ну это понятно. Но всё же обсуждаем. Чё ты себя хоронишь-то? Каждую ночь в потух холодном просыпаюсь. Каждую ночь кошмар ужасный снится. Что как будто у Маринки не за что схватиться. Что как будто у Маринки не за что схватиться. Ну чё ты, растаяла я с кимошкой? Пока не особо. Ну иди, я тебя в руках подержу. Давай, давай, давай. Вот давай, вот иди, вот давай. Вот это Гена, это Марина, давай спрашивай у них, чё по горячему? Давай спрашивай у них. Может, они тебе скажут? Потому что мне они не говорят. Я говорю, чё по горячему? Молчит. Я говорю, из-за козы молчит. Я говорю, ты обиделась? Молчит. Вообще чё молчит? Вообще ничего не говорит. Может, тебе скажут? Давай спрашивай, спрашивай. А ты спроси, спроси. Давай спрашивай, чё по горячему? Я тебе говорю, ты пойдешь со мной, в коридоре тебя встретил, ты кивнул, вот мы пришли, давай спрашивай, что по-горячему, давай, вот, вот, Марина, давай спрашивай. А ты спроси, да, хост, что ты молчишь, там все, молчишь, 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 молчишь. Ты тоже мне юбиляр. В конце концов, как ты таких юбилеев-то дожил, такой, молчун, пойдем давай уже, я не знаю. Пойдем, я тебе говорю. Господи. Маринка, а я смотрю, я тут не один к тебе за горячим кем-то захожу. Какие колокольцы горохов, у меня ж горячее. Чего? Да сейчас, ну, посмотри, что, а? Ну, передержала? Ну-ка, на, попробуй, на что похоже? На гудрон с майонезом. Ты где гудрон с майонезом-то ел? На стройке. Ну, все-таки, да, ведь и мальчишник там был. Зачем вы гудрон-то ели? А что мы, чистым майонезом закусывать будем? Жирно же. Ну, у тебя-то сразу видно, с любовью пережарено. Давай, тогда бери вот это горячее и неси гостям, пока любовь не остыла. Не-не-не, маленькая. Бог с тобой, ты чего? Я ж держу своим телом крышку преисподней. Если я встану, оттуда вырвутся демоны. Они прадут единственного ангела в нашей деревне. Да. А как грешно вы меня, черти, потащили, что в котле кипящем мне варится. Эх, Маринка, выручай, дай за что схватиться. Эх, ладно, трубадур, выбирай, чем угощать тебе буду. Рябиновая или на кедровых орешках? Ген, Марин, ну что? Вася, ты чего сюда ходишь? Где она, Марина, Марина, где она? Горячая, холодная, холодная, горячая. Надо тебе горячая, вот, на, горячая. Иди отсюда, все. Че это? Курица. Почему черная? Ты че, расист? Не черная, а афроамериканская. А почему 10 порций, там 30 человек? Африканская курица, по-шведски. В смысле, по-шведски? В смысле, можно один кусок втроем есть. А, понятно. Понятно, как бы сказали. А тут, а тут, а что, молчат? А вот, ладно, такие. А, понятно, все, африканская курица, по-шведски. Это тебе же и понятно, что так долго. Тебе не абы капы, это же не сосиска в тести. Это же сколько надо готовить? Африканская курица, по-шведски. Это сколько? Африканская курица, по-шведски. Так, ну что, где я остановился? В девятом классе. А? Да, как сказала моя училка на выпускном, в добрый путь амебы. Это тут при чем вообще? А при том, что училка-то по биологии. Что, слышишь, Маринка, не? Что, в животе у тебя урчит? Ну, этот, фонтан-то раковины, перестал бурлить. А, это тебе. От меня. Ну, и подарки у тебя, Горохов. Ну, да. А что, будешь теперь на эту раковину смотреть, меня вспоминать? Вау. Фантазировать всякое, да. Это... Вася! Васимода! Василот! Василебище! Ты что сюда ходишь? Что тебе надо? Так это, я наоборот, это... Марин, там, если... Компота не надо. Там в зале трубу прорвало, там жидкости, вов. Там прямо он жидал. Маринка! Чего? Лезь на дверь. Чего? Покидаем Титаник. Спасибо. Идите отсюда. Спасибо. Что, ты, чувак? Всем вообще пофигу, как ты выглядишь на празднике на этом. Все думают о другом. О каком другом? Обо мне. Вопрос от мужчин. Женщины, которым совершенно нечего надеть. А вы чего голыми на вечеринке не приходите? Галя! М? Сколько можно ждать? Давай быстрее, мы на полчаса уже опаздываем. Да ну сейчас. Что значит сейчас? Сколько это сейчас? Господи, ну мне накраситься еще надо, Коль. Ты же видишь. Галя, пол седьмого. Нам сказал в шесть быть. Коля, это Новый год. Я должна быть безупречной. Дай мне десять минут еще. Галя, всем вообще пофигу, как ты выглядишь на празднике на этом. Все думают о другом. О каком другом? Обо мне. Все сидят сейчас за столом, руки тянут к салатам. Лариса говорит им, не сметь, пока Коля не пришел. Руку за столом не меняем. Хуже некуда это вот сидеть и ждать, это слюни пускать кого-то. Коль, быстрее невозможно. Галя, быстрее тридцать первого вечера невозможно только майонез возле дома купить. А все остальное возможно. Возможно. Ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь здесь. Мы женщины, нам нужно накраситься. Это Новый год, это очень важно. Чтоб ты выглядела хорошо. Смотри, накраситься. Ногти накрасить. Это сколько времени? Чтоб они высохли, эти ногти. Потом, смотри, прическа, волосы. Минут сорок только на эти волосы уходят. Ой, господи, вы нас, мужики, вообще никогда не поймете в этом плане. Никогда. Господи. Коля. Конечно, не поймем. Я за 10 секунд переоделся. А вы что там в два часа собираетесь-то? Ты смотри, ты что сделал-то? Ты просто-то... О-о-о. А стрелки-то какие ровные нарисовал? Ты посмотри, а как так-то быстро? Стрелки-то вот это вот? Ну да. Взял фломастер, поставил раз головой. Все, что там? Офигеть. Две секунды, блин. Обалдеть. Слушай, так макияж весь ровненько положил. Это как вообще? Галя. Я после школы в автосервисе работал, тачки битые шаманил. А потом подрабатывал еще в морге. У меня жмурики, знаете, какие были? Вообще щеки горят, глаза блестят, как в последний путь, как на праздник. Галя. А как глаза блестят? У них же закрытые глаза там-то. А я по закрытым красил. Ты что, побриться успел, что ли? А как ты побриться успел? Я и ноги побрил. А ноги-то когда? Это самое простое, Галя. В смысле? Ну там же не надо вот это делать, вот это вот. Ноги. Там же коленей нету. Слушай, подожди. А волосы? Волосы. Прическу делать 40 минут. С этим как быть? А? Какая прическа? Ты вышла на улицу, там, этот, пурга, метель. Шапку одела, все, нет никакой прически. Вот. Бигуди. Пришла в гости, забежала в туалет, бигуди сняла. Все, прическа готова. Хорошо. Хорошо. А платье ты сам как застегнул сзади? Господи, платье. Ага. Как куртку так взял, застегнул, так, зюк и все. Потом раз, два и назад повернул. А руки? А руки крюки в эти дырочки. Чпок-чпок и все. Это шок. А как ты снимать будешь его сам тогда? Галя, это Новый год. Когда я в Новый год сам раздевался? Ну, ладно. Ты ж меня раздеваешь все время. А, Коль, вот сумку ты эту красную зря взял, она к тебе вообще не подходит к этому платью. Она не красная, она коралловая. Она к ногтям. Платье это еще липнет к ногам. Где у нас этот антисептик или как его там? Антистатик. Антистатик. Вот это? Там стоит где-то, да. Сейчас еще сделаю. Господи, что ты делаешь-то? Ну, это лак для волос. Ну, ты что? Ничего, не липнет же. Слушай, вот смотри. Вот мои ресницы, да? И твои ресницы. У тебя ни одного комочка. Это как вообще? Галя, это секрет фирмы. Какой фирмы? Гуталиновой. Чего? Берешь зубную щетку в гуталине, макаешь так. И потом жук-жук и все. Только секрет. А в чем секрет? Тебе щетку надо новую покупать, зубную. Сейчас, подожди. Пять секунд не осталось уже. Все. Блин, давай быстрее. Мне жарко. Чего тебе жарко-то, ты в платье стоишь? Я с колготками не угадал. 90 ден надел. Зачем такие теплые-то? У меня выбор был, Галя? Либо колготки, либо трусы. Ваши колготки на мои трусы не налазят. Коль, ты что, без трусов? Ты за столом там такой не ляпни. То все будут ронять вилки, посмотреть на мое богатство. Подожди, ты что, в таком виде ехать собрался, что ли? Ну, должен этот Новый год как-то отличаться от остальных. Потому что все говорят, этот Новый год, когда это Коля опять нажрался. Да, будут говорить, что это тот самый Новый год, на котором какая-то Оля нажралась. Ну, так, если ты так пойдешь, то что, я тогда переодеваться пошла. Куда? Стоять! Чего? Чего? Куда ты собралась? Что мы как дуры будем в одинаковом-то? Ты еще вон накрашена лучше меня. Пойду переоденусь. Стой! Что? Стой здесь 10 секунд, я быстрее тебя переоденусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вообще, допустим, папе Карло, этому старому плотнику делать себе деревянного мальчика? И поэтому, ну, вот, как говорится, ну, буратить-ка. СМЕХ Скоро сказка сказывается, если сказывается не заикой. СМЕХ Здравствуйте! Здрасте! Кхм-кхм-кхм, да. Добрый день, товарищи. Ну и что привело таких красивых к нам в издательство? Мы новые сказочники. Так. Так сказать, современные сказки для детей. Вот, пишем. Ну, а что у нас со старыми не так? Ну, во-первых, не так, что они старые. И дети не хотят их читать. Понимаете, старые сюжеты, ну, современный мир, в общем-то, надо, ну, какой-то идти в ногу со временем, честное слово. Ну, чего? Ну, ладно, хорошо, допустим. Ну, и что у вас есть, например? Например, вот, Малыш и Йоханссон. Это как Малыш и Карлсон? Нет-нет, Малыш и Карлсон, Карлсон на крыше, а это Йоханссон. Он как раз наоборот, он под пирсом живет. А. Понимаете, это тоже такой маленький человек, у него тоже моторчик, только не на спине, а в... Ну, в общем, он катер. И они с Малышом катаются на нем по озеру и ищут приключения, ну, вот, на этот моторчик. Ну, допустим. Вот, следующая сказочка. Тысяча и одна дочь. А, это про Шахерезаду? Не-не-не-не. Про Шахерезаду это тысяча и одна ночь. А это про то, как один мужик очень-очень-очень-очень-очень-очень, ну, прямо очень-очень-очень-очень хотел сына. Кошмар какой Чем вообще вам помешали старые сказки? Че вам сделала там какая-нибудь Принцесса на горошине? Чем насолила? Потому что это не актуально, это тавталин какой-то Принцесса на горошине Есть гораздо более актуальные сюжеты Королева на грече Царица на сахаре Очень актуально сейчас в наше время Ну допустим хотя бы конъюнктурка Так, еще что? Есть еще новая одна Да, ну это же странно Вообще, понимаете, странные сюжеты Ну зачем вообще, допустим Папе Карло, этому старому плотнику Делать себе деревянного мальчика И поэтому вот Как говорится Буратитька Да, Буратитька Сказка про деревянную девочку И когда она врет У нее растет грудь Ну это где бы весело, ну что и что? Следующая сказка Почти что не переделанная Сироснежка Я надеюсь, тут и про семь гномов есть? Да, да, обязательно Семь гномов, как бы там прямо Прямо семь шахтеров, как в сюжете А, это интересно, кстати Да, гномы, шахтеры, прекрасно Так, и? А почему Сироснежка? Ну так а где вы видели на Кузбассе белый снег? По реальным событиям Нам сюжет на самом деле примерно такой же В конце концов Она умирает, потому что ведьма дает ей попробовать яблоко Отравленное? Нет, глазное Свое Ну это же трэш, товарищи Ну кошмар какой-то Ну что это? Хорошо Золушка Современная физическая сказка Да, с элементами Физической? Да, урока физики Ну просто мачеха говорит Если хочешь поехать на бал Сначала дели вольт от амперов Все, и там полезла в электрощит Без резинового коврика Ну в общем по хрустальной туфельке Ее и опознали Все равно Поэтому Золушка, собственно Нет, прекрасно, что Детишкам на ночь такую сказку Хорошо, есть более Хорошо, есть более лайтовая версия Золушки Жорушка Просто про то, как Одна девочка ела после 12 И ее голова превратилась в тыкву Товарищи, ну ерунда какая-то Хорошо, есть у нас и цикл современных сказок Современные сказки? Да Сказка о потерянном времени современном? Да Помните, когда нам сказали Сейчас посидим две недельки дома И победим коронавирус Ну ладно Ну ладно, да хоть как-то А вот этого что современного Не знай-ка в солнечном городе Это как один мужик поехал в Грозный И не знал, что там в шортах ходить нельзя Ну, что еще? Вот Давайте, что там? Ого! Калигулов-Простоквашина? Да, понимаете, там, конечно, сюжет немножко взрослый Но увлекательный Там много сюжетных линий Они там, вообще-то, пересекаются А кульминация наступает тогда, когда Печкин выходит на балкон, закуривает и говорит Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня ни разу на велосипеде не было Вы посмотрите, что они с моей шапкой сделали Да, товарищи, а вы знаете, я вот как-то начал проникать, впечатляться вашим творчеством Очень интересно, да? Нет, ну это, конечно, не классика, но уже почти Почти Гоголь Чертовщинка с юморком Ну, поэтому давайте по-гогольски соберем ваши эти сказки Осталось что-нибудь еще? Да, все-все Все? Точно все здесь? Давайте все это вместе назовем вторым томом И сожжем чертовой матери вместе с вами Понятно? Поехали на карьер! А как ты понял, что это америкосый баста? Витя, так она ровно стоит Редактор субтитров А.Семкин Витя, ты знаешь, я заметил, что в последнее время у меня изменилась речь Она стала какой-то такой невнятной такой и тягучей Вот как сейчас вот Да, ничего удивительного, Валерочка Мы с тобой живем в Качканаре Здесь все так говорят, особенно по выходным Я нашел причину замедления речи Да И еще многих наших бед Ну? Вот Что вот? Вот это Вот это? Вот этот столб? Нет, это не столб Это вышка 5G Значит, что из-за нее мы здесь периодически слепнем в гаражах Ну да, а других объективных причин нету Ну ты сам подумай На сварку мы не смотрим Нет Перед компьютером мы не сидим Ну она изредка, в общем Операции на глаза мы не делаем Нет Из-за нее все беды Витя И замедление речи И увеличение печени И много еще чего И кто ее тут поставил? Америкосы Ишь ты, а? Да Ишь ты, а как ты понял, что это америкосы поставил? Витя, так она ровно стоит Наши так не строят У нас в городе все под углом Даже дома Это точно америкосы, понимаешь? Да Я даже слышал, что такие вышки 5G Людям через вакцину вкалывают Вот так Как? Как? Через ягодицы У нас в стране много чего через ягодицы Валерочка, Валера Что, 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 Витенька? Ты хочешь сказать, что вот это через ягодицы вкалывают? Ну почему бы и нет-то? Просто ищут людей, видимо, с большими ягодицами И вкалывают Ты говоришь, кто ты ко мне пристал вообще? Ну ты объясни мне, зачем мы его поставили-то? Да как зачем? Чтобы америкосы управляли качканарцами Потому что мы качканарцы не управляем Я сейчас тебе докажу Я сейчас тебе докажу Я тебе докажу А я не верю Обними ее Виктор, ну что, ну что, что чувствуешь, Витя? Что ты чувствуешь? Чувствую тепло по штанам пошло Витя, это излучение 5G Это оно В тебя внедряют чип Так Сейчас что чувствуешь? Сейчас перестало Это Витя тебя уже просканировали Все, сейчас твоя фотка на столе у Байдена Ты понял, да? Как это работает? Вот так Кто тебе такой сказал? Человек в костюме В костюме Белочки? В черном строгом костюме Поверх костюма Белочки, да? Да не важно, Витя И главное, что я этому источнику доверяю Вот и все Ты спроси у своего источника Что мне теперь делать с просканированными штанами? Витя Мне холодно реально стало Виктор, сними и выкини немедленно А я что, в трусах буду ходить? Витя, лучше быть свободным человеком в трусах Чем киборгам в штанах Которые просканировали Так, давай спасать Качканар Как вы его будете спасать? Так как? Ты, значит, возьмешь и снова крепко за нее возьмешься Вот с этой стороны Вот здесь Вот чему я-то? Да потому что вышка тебя распознает как своего Она уже тебя просканировала Вот А я буду тебя раскачивать Вот так вот Понял? Ну ладно Иди Так, подожди Дополнительная защита сейчас Че это? Это газеты, Витя А не защитят Тогда побольше пихает Еще не все, Виктор Это что еще такое? Что за защита? Витя, шапки из фольги, они ни от чего не защищают Это дресс-код Это дресс-код В пункт приема светлых металлов Витя, значит, ты сейчас крепко вот ее так вот обхватывай эту вот вышку эту 5G Так Обхватил? Обхватил Что ты чувствуешь, Витя? Что? Ноги спереди мерзнут Там люди просканировали Это хорошо, значит, ты еще пока наш Так, Витя, значит, я сейчас это Я тебя и раскачиваю, Виктор Вот так И мы ее сейчас вот возьмем И тихонечко ее сломаем Витя! Витя! Падай! Ну как ты, Витя? Как ты себя чувствуешь? Знаешь, чувствую изменения У меня речь и внятная стала Почки не давят И печень на место Как-то вот похорошела Мне и зрение такое отчетливое Слушай, а у меня пока так же Мне надо было тоже напихать газеты этих Потому что излучение на меня пока действует Давай быстрее ее сдадим в цветмет И отметим освобождение Качканара, Витя! Давай! Витя в шапке встретил Давай, Витника! Алло, управление? Борис Сергеевич, я больше не буду в Качканаре Светофоры ставить Я на 15 минут отлучился Его какие-то алкаши выломали и унесли Я даже упаковку с него снять не успел Нет, я не буду их догонять Как их догонять? Они по улице бегут и орут Мы спасем тебя, Качканар Да, давайте так же Я его вечером из цветмета заберу И попробуем установить его, например, в Уфалея Мам, а где тут это, мусорка? Господи, что за вопросы-то? Это и есть мусорка АПЛОДИСМЕНТЫ В плацкартном вагоне поезда Владивосток-Калининград Официально разрешили эвтаназию Ну вот, сыночка, твоя первая поездка на поезде Круто Пап, не, ну правда А зачем мы в Анапу поехали на поезде двое суток? А не полетели самолетом? Два часа все Сыночка Что бы мужика есть тебе сделать? А тут здоровенный лоб вымахал и жизни не нюхал А тут нанюхаешься Чишь? А? Чишь этот букет? А? Вот этот запах старого дермантина Плюс запах вареной курицы Стамбура несет запахом пепельницы Тут вареная картошка А там эта лапша заварная Это ж прямо м-м-м Кстати, что-то не хватает, да, мать? Ага Что-то не хватает? Что-то, да-да-да Ноги с утра ломит Вот сейчас пазл сложился Вот он, сын, запах путешествия Да уж, батя Запах-то тот еще путешествия Слушай, батя, скажи мне, пожалуйста А как мы мыться-то вообще будем, а? Где душ-то? Спросишь тоже, ты че? Зачем тебе душ? Через три дня приедем на море В море искупаешься С первого пути отправляется поезд Екатеринбург-Канапа Внук, чар уши развесил Иди вон в коридоре Ставь телефон на зарядку Дед, да зачем? У меня вон тут стопроцентная зарядка пока еще Да ты не понял Это поездная хитрость такая Либо вот там Прижатой сидушкой Заряжается твой телефон в коридоре Либо там сидит какое-то мурло И пялится в наше купе Так, а че, давайте жеви бросать, да? Давай Какое жребие? Ну, чье полотенце сифачить будем В смысле сифачить? Да чем полотенцем со стола утирать-то, ну? Давай, это, Савин Ну что, со стола Иди к проводнику, это самое Пустые стаканы попроси Ма? А? А ты что, папе разрешишь? Бухать? Ну, ты че, в поезде и я бахну Че тут еще делать-то? Пить, так разворно разгадывать Да, поменялось все в поезде Я ведь когда первый раз на поезде ехал Представляете, бурнаши мост подожгли Не орут Яшка-цыган кричит, не успеем А я ему, Яша, оп, прорвемся Дед, ну хватит нам уже неуловимых мстителей пересказать Сколько раз на Пожалуйста Так, давайте, давайте, вопрос Че сидишь-то? Давай, давай, давай Дуй за стаканами Развесь, лучше тут Давайте, поможете мне Вопрос Руководитель советского государства Пять букв, последняя Н По горизонтали или по вертикали? Какая разница? Ну, по горизонтали По горизонтали, значит, Ленин Ай Ух ты! Ничего себе! Вот это гаджет! Слушайте Человек первый раз подстаканник увидел О, внук Вот это и есть квест Чтоб кипяток до купе донести И ошпарить только руки Да так себе квест-то Бать, ну че мы тут реально будем Трое суток-то делать, а? В смысле, сын? Ты че? Че? А за проводами следить Ты че? Это же Ту-ду-ту-ду 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 Ту-ду-ду-ду Ту-ду-ду-ду-ду Ту-ду-ду-ду-ду Слушайте, а че мы Че мы как-то разложили здесь Корчи какие-то непонятные? Может это? В вагон-ресторан пойдем? Ох, миллионер, да? Кстати, вопрос тебе Смотри, вот пойдем мы такой компашкой В вагон-ресторан Так Каким надо идти? Первым или последним? Не знаю В середине надо идти Чтобы двери Натуда не открывать И не закрывать Интересно, да? Да, в поезде вообще интересно Вот помню у нас случай был У командира в поезде Жена рожала Так я с поезда спрыгнул Цветов полевых набрал Соскочил по вагонам По крышам Добрался И словчился И цветы прям жене на подушку Па-па Дед Ну хватит нам фильм Офицеры пересказывать-то Я не знаю Это ретро-канал Отключу, ей-бог Стилиться, давайте Давай Открывай штуку Время-то Так Мам А где вот это? Мусорка? Господи Че за вопрос это? Это и есть мусорка Удивительно, да? Ну не так удивительно Как у меня В 57-м Еду я, значит На крыше последнего вагона Ножки свесил Рядом сидит Крокодил На гармошке играет И мы поем Че видим, то поем Как пешеходы По лужам бегут Дед, ты че, в мультике решил Что-ли сейчас пересказывать? Ну батя ж просил А не-не, сын Это-то как раз правда Это так и было, да? Серьезно Я тещу-то помню Хорошая была женщина Но страшная я О-о-о Так, ладно Давайте Селиться тоже Давай-давай Не понял Проводник Здреть А че такое? А че такое? А че? Почему у вас белье сухое? А какое? Должно быть А какое? Влажное должно быть Мокрое Вы че, из моего сына Нежинку хотите сделать что-ли? Ну вообще пофиг на него А что не так-то? Да вообще Все не так Вообще Все не так Почему матрасы ровные? Где эта тряпочка С тремя комками? Я с ровного упаду Вы че, с ума сошли что-ли? А где эти ваши одеяла? Ну как? Ну одеяла вот эти Вот раньше были Из которых еще валенки Можем было шить Ну одеяло Ну которое если простыней не проложить Они тебя насквозь могли проткнуть А, одеяло протыкало? Так вы их уже лет 30 как нету А куда вы их делите-то? Вы че? А куда вы их делите-то? Их выбрасывать нельзя Это же противоречит женевской конвенции О утилизации вредных отходов Вы чай брать будете? О, чай буду Все Давайте Хоть что-то осталось Неизменным в этом поездах Как здорово Мой первый в жизни поезд Мой первый в жизни вагон Рано радуешься, доченька Это не наш вагон Это купейный А? Наш следующий Плацкартный Мать нам три боковушки У туалета ухватила Ух Здорово Пойдем Ничего себе Жесткий мужик Мы и сына мужика делаем А он и с дочкой мужика решил сделать Плацкартный вагон Сига себе Батя А че такое Плацкарт? Ага, сына Обратно поедем, узнаешь У нас как раз Поезд Анапа-Нижневартовск И я тебе вахтовика настоящего покажу Значит, мне нужен обычный номер с кроватью Номер с кроватью это уже необычный СМЕХ Здравствуйте Это отель Вероничка? Здравствуйте Это отель Вероничка Город Сочи Добро пожаловать, дорогие мои Всех люблю Всех обожаю Всех селую Здравствуйте Здравствуйте Мои хорошие Любимые Отель Вероничка Потому что вы Вероничка Нет, я Аренуш А почему тогда Вероничка? Просто если бы я отель назвала Аренуш Мне бы пришлось всех своих армянских родственников Селить бесплатно А так они у меня за деньги живут нормально Платят и хорошо Так, скажите тогда Сколько в вашем отеле звезд? Отель Вероничка Это матерь всех пятизвездников Максакал в мире комфорта И катамарановый рай Сколько у вас катамаранов? Ни одного катамарана нет У нас есть кот и ворон У нас катамарановый рай Дорогой Ладно, давайте Значит, мне нужен обычный номер с кроватью Номер с кроватью Это уже необычный Это президентский полулюкс А с ученским мерком Это очень круто считается Да Посмотрите, нормально Мне подойдет Так, значит Уборка номера Как часто производится у вас? Так часто Как тебе захочется Мы тебя вообще в уборке не ограничиваем Вообще Можешь убираться хоть каждый час Каждый день Как хочешь, убирайся Хочешь, вот вообще Все время убирайся Но я бы на твоем месте Сразу после заезда убралась Просто полтора года И ты вообще никто не заморачивался Просто Это ты такой замороченный приехал Вот А так все нормально Я не заеду, пока не приберутся Хорошо Хорошо, дорогой Все Будет тебе уборка Не проблема вообще Влажная? Конечно, влажная У тебя в номере все влажное Садушка влажная Кровать влажная Пол влажный Там трубу прорвало Все залило Давай паспорт Я его отсерокопирую Угу По-братски Полчаса подождешь Я сейчас туда Я обратлю Сколько часика? Куда с ним? В Туапсе Просто ближайся к Сердекс У нас в Туапсе Я просто быстро на УАЗике У меня УАЗик на проставках Я просто по серпантину Очень быстро поеду Отсерокопирую Скажи, у меня есть копия Копия тоже подойдет Хорошо Тем более она вообще не пригодится Мы тут вообще документам не доверяем Мы деньгам доверяем Просто вот Ты хороший человек Просто живи Деньги платишь и живи Все, значит, давай Теперь курортный сбор 50 рублей день 200 рублей вечер Почему 200 рублей вечер? Вот, поди, 200 рублей в Сочи за вечер Это вообще ни о чем Это вообще очень дешево 200 рублей, да просто посмотреть Как солнышко вот так вот садится И все Это 200 рублей Так что это нормальный ценник Так, завтрак входит? Да что ты такой Конечно завтрак входит Если свежий входит Незвежий выходит Ну что ты пристал Ты в Сочи Наслаждайся Кайфуй Здесь все кайфуют И ты кайфуй Это Сочи У вас есть вайфай? Есть вайфай Конечно, обижаешь Вайфай есть Гурген есть У вас ген есть Роутер маленький мальчик Вот такой Забегает Через дочь что нападет? В общем, я понимаю У вас не все включено Нет, у нас другая система У нас не все включено У нас если чай не включаешь Телевизор вырубается Мы по другой системе работаем У нас все исключено И что исключено? Все, все исключено Кроме оплаты Оплату мы тоже хотели исключить Но она немножко обиделась Сказала, что это такое И немножко даже поднялась Поэтому мы оплату больше не трогаем Она у нас такая обидчивая Немножечко Мы не трогаем оплату Есть у вас какая-нибудь вечером Развлекательная программа? Я сейчас посмотрю По развлекательной программе Так, да, есть Есть, вечером будет Развлекательная программа У нас командировочные Из Сургута нажрутся Вау Какую программу они сделают Она у них каждый раз разная Это программа Они вечером вчера в шахматы играли Один другому ферзем глаз выкнул Как мы потом радовали Чай пили И потом играли в нарды Вот такие ребята Программа будет очень хорошая Ты знаешь вообще Как мы сочинцы Вас приезжающих называем Вот знаете, нет Как мы вас называем? Бздыхи Да, вы для сочинцев Для коренных типа меня Ренуш Вы все бздыхи Бздыхи Почему бздыхи? Потому что вы так каждый вечер нажраетесь Что вам на утро хочется бздохнуть Даже бздохнуть хочется Вот поэтому вы бздыхи Слушайте, я вообще не пью Ну и зря У тебя номер для пьющих А я не пью Увидишь номер запьешь Еще ни один не выдержал До тебя мама с тремя детьми заезжала Выехала с четырьмя Бабушку заселила Так она через три дня голой купалась Прямо в море? Нет, здесь в коридоре В кулере, понимаешь? Здесь кушать дорого Это сочи Поэтому здесь никто не закусывает Только выпивают немножечко Чача хорошо для здоровья Понимаешь? Какая чача? У меня скоро Жена с ребенком приедет Поздравляю У вас есть хотя бы какой-то детский уголок? Ты что, дикарь какой-то, что ли? У нас для детей Есть горшок У нас дети в уголок не ходят Они ходят в горшок В уголок ходят такие, как ты Мы даже для таких, как ты Унитаз в этом уголке поставили Так вы умудряетесь ходить в уголок Между унитазом и стеной Я очень культурный человек Да, культурный Все вы в Сочи приезжаете культурные Пока вам подходящий уголок не встретился Номер у тебя будет 4132 У вас 4132 номера? Нет, это цена Чтобы ты не забыл Она здесь просто нарисована и все И летом тоже? Нет, летом я просто сюда нолик добавляю И летом цена немножечко меняется Тебе повезло, ты просто пришел Приехал не в курортный сезон Не в сезон Поэтому нолик убрался сегодня Давайте Нет, подожди немножечко 5 минут по-братски Просто подожди Мне нужно номер немножечко подготовить Чуть-чуть Мне нужно свои вещи И со своей, как стороны кровати На свою передвинуть Поэтому я немножечко подготовлю Сейчас номер Вы что, живете со мной в номере? Конечно Если я с тобой в номере жить не буду У тебя номер автоматически перестанет быть для пьющих От нельзя, это Сочи От души, брат, заселяйся От души От души, по-братски От души, брат, верни Лида Да? Ты не видела телефон? Да не видела я твой телефон Чем пахнет? Ну-ка Ты что, думаешь, я трезвый Не могу телефон потерять? Да Курица не птица Пенсия, а не деньги Че пахнет-то, а? Ну, запах откуда-то Я... Я еще жив Да я знаю, я утром проверяла Но Лида На Ты не видела телефон? Да не видела я твой телефон Чем пахнет? Ну-ка Че, думаешь, я трезвый Не могу телефон потерять? Просто странно Помоги найти, а? Сейчас я все брошу Буду телефон твой искать О, спасибо, родная Спасибо, моя любовь Пойду посплю пока Да я пошутила Сам ищи Такие шутки Да где же они, а? О, Господи Дед, таблетки для слуха ищешь? Ай, нет Таблетки для слуха ищу А в чем проблема? А? В чем проблема? А, а я их не вижу Надо таблетки для зрения выпить А как называются они? Я не помню Надо таблетки для памяти найти Сейчас, сейчас помогу тебе Горе луковое Давай, помоги мне Лукова горьская Сережа Иди пельмени полепи Я не могу У меня руки не липкие Ты от маски уже научился лепить Иди пельмени полепи Так, стоять Я не поняла Ты что в куртке ходишь по квартире? Это рубашка Но я же вижу Это куртка На ценнике было написано Рубашка А если бы на ценнике было написано На штаны Ты бы на ноги напялил Сережа Ты зачем перчатки на ноги надел? Это такие модные носки Ты просто не разбираешься Потому что старая Что ты сказал? Ничего Ничего Да откуда запах-то этот? Он пахнет же Может, квартиру проветрить? Себя проветрить и душнилой Что ты опять сказал? Ничего опять Ничего опять Так, дед, давай Как таблетки твои называются? Я не помню О господи, давай Я буду название называть Давай, давай И если вспомнишь, скажешь Кто ищет, тот всегда Забыл Сейчас, что сделаем Так, давай Муколицидол А это что в шею не сводило? Ага Так Так Маковистицин Это для бровей Чтоб шелковистые были Муколицидол Это что? Муколициновая кислота Это для охлаждения пупка Чего? Доживешь до моего возраста Узнаешь Ай Фу Обжегся Стой сюда Вчера не могу нигде найти Дима, ты в кармане Смотрел телефон свой? Ты что думаешь Что я совсем Нашел? Пульта телевизора Месяц назад потерял Стой Нет Тоже нет Может в диване? Стоять Ну-ка Тоже нет Может в шкафу? Стой Тоже нет Холодильник Холодильник Может в холодильнике? Слушай Помнишь, ты на день рождения Собаку хотел? Дарю Что ты сказал? Фу Че? Фу Фу Че? Фу Фу Говорю, запах какой везде Тоже чувствуешь? Я тебе говорю, пахнет чем-то Пахнет А ты что? В куртке? Это рубашка Куртка Рубашка Куртка Рубашка Куртка Рубашка Куртка Рубашка Куртка Рубашка Сына, я надеюсь, ты понимаешь Что ты один споришь И дед спит давно Куртка 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 Папа, просыпайтесь а ты кто вообще такой внук кто внук а чё в пиджаке это куртка рубашка заразили меня дед все пельмени испортил иди садись иди садись говорю дима помоги ему таблетки найти я телефон ищу я сама поищу твой телефон давай стоягра тебе зачем стоягра я уже не помню вспомню это чтобы очереди в аптеку стоять за стоягрой стоишь за стоягрой покупаешь стоягру пьешь стоягру стоишь за стоягрой подсел я по ходу дела смотри о о по на опана я их искал опана я их искал дай что-то дим я не могу найти вообще телефон твой но ты же не придурок ты догадался на него позвонить сначала конечно но да телефон позвонить сейчас так а где телефон мой а мой телефон где телефон все фи посмотри а что-то жужжит таблетки нашел так для памяти для слуха для зрения так что-то телефон алё алё придурок слушай а мы заводу заплатили по моему и жека звонили господи так что тут еще о крыса дохлая так вот что пахнет то папа откуда у вас кармане его телефон и крыса дохлая садитесь это долгая история история связана с тем что я увидел крысу и мне нечем было ее убить а нет не такая уж и долгая получается все давайте давайте к столу уберите уберите это все таблетки не надо никуда давайте все за стол давайте так кому попадется счастливый пельмень тот хоронит крысу хорошо я не буду есть будешь садись давай давайте я хочу поднять это так этот пельмень этот пельмень потому что не пятница сегодня за то что все мы все нашли потому что кто ищет тот всегда найдет вспомнил блин давай крысу форекс форекс Валер, ну мы же договорились, после шести не есть. Уже же не после шести, уже же после десяти. Американских детей пугают Баба Айденом. Слушай, Ниташ, Витька уснул вроде. Да, да. Ну что, может это, откроем бутылочку вина, там сыра нарежем. Ну, Валер, ну мы же договорились, после шести не есть. Уже же не после шести, уже же после десяти. Ну перестань. Ну если только немного сыра. Отлично. Наташа, а тебе сколько котлет? Две. Котлетный десант. А, блин, этот сыр забыл. Да какой сыр уже, сиди? А вино? Какое вино котлетам? Ты что? Что такой романтики-то прям не хватает. Романтика. Ну что, шмяк. Котлеты. Свеча. Валер, это прям как первая ночь в общаге нашла. Ма, Витенька, ты что не спишь? М-м? Можно я с вами лягу? Здрасте. Ты уже большой, ты один должен спать. А ты тогда что с мамой спишь? Ты тоже большой. Витя, я потому что с мамой вообще всегда спал. Да, да. И вообще, если бы я этого не делал, ты бы не появился. Ну все, я появился, иди спи один. Так, Витенька, давай, все, хорош, иди спи к себе, пожалуйста. Я не могу уснуть, мне страшно. Почему тебе страшно? У меня там под кроватью кто-то. Кто у тебя там под кроватью? Бабка. Какая бабка. Лохматая такая, с ногтями там такими. Витя, давай так. Ты сейчас идешь спать к себе, а завтра с утра мы все вместе пойдем в цирк. О. Ладно. Все. Че, котлеты все. Ну че. Ой. Может тогда... Осмелюсь предложить по бокальчику шурпы? Валер, ну калории понижать. Разнесет. Ну да, да. Может по эклеру? Ой, намешаем. А че завтра не на работу переварим? Давай. Мам. Что? Она тоже пойдет. Кто? Бабка сказала, что она тоже в цирк пойдет. Валер, разберись, пожалуйста. Наташа, а че разбираться? У нас на нее нет билетов. Валер, ты дебил? У твоего сына какая-то выдуманная бабка под кроватью. Иди, пожалуйста, покажи, что там никого нет, и давайте спать уже. Все. Ой. Может ты сходишь? А я вино пока открою там. Ты че, испугался что ли? Я? Ты че, гонишь что ли? Я испугался. Кого там бояться-то? Бабку. Лохматую. С ногтями. Так. А вот ты помнишь, у нас на первом этаже такая бабка жила? Ну? Она куда делась? Переехала она. Ага. К Вите под кроватью. Все, 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 все. Да, да, шуточки, никого там нету. Женщина. Уходите, нет на вас билетов в цирк. А шучу я. Вон, видишь, смотри, никого там нету, я посмотрел. Иди спи, давай, хорош ерундой заниматься. Представляешь, да? Детский мозг, вот что там творится вообще? Что-то придумывает. Не, ну а что такого? Мне тоже, знаешь, в детстве, знаешь, вообще, что казалось. Что? Ну, у меня, короче, в спальне вот такой шкаф стоял, ну, типа, как у нас. И у него в этом шкафу всегда мамина шуба висела. И вот, короче, двери очень часто не закрывались до конца. И вот этот рукав от шубы торчал. Ну, короче, мне казалось, что в этом шкафу живет огромный караважадный бобер. Бобер. Чего ты ржешь? Вот чего ты ржешь? А у тебя вот кто был? Да получше твоего бобра этого. Ну, кто? Одиннадцатиклассник. Одиннадцатиклассник? Ну, я маленькая была, и меня взяли на 1 сентября в сестрях старшего. А ее там схватил одиннадцатиклассник, и давай по двору таскать с колокольчиком. Вот я думала, что у меня под кроватью живет одиннадцатиклассник, который вылезет и утащит меня в свою страну колокольчиков. Колокольчиков. То есть гражданка страны колокольчиков ржала над моим кровожадным бобром? Ну да, ну вот одиннадцатиклассник хоть какая-то романтика, боберчо. Ой. Пап. Что? Вот. Че это? Пятьсот рублей бабка на билеты в цирк дала. Так, все, пойдем покажу, что там нет никого, и будем спать уже, наконец. Господи, еще и копилку разбил свою. Где? Где тут кто? Ну вон. Ну где вон? Ну вон под кроватью. Да где? Ну вон. Ну вон, вон. Здравствуйте. Вы не могли бы пойти домой? Видите, просто спать очень сильно нужно. Да. Да, хорошо. Пожалуйста, проходите. Да. Да, да, да. Да, завтра в цирк. Я думаю, часов в девять. Да, да, да. Хорошо. Это? Да, да, папа наш, наш папа. Просто копия, не говорите. Просто копия. Че ты стоишь, поздоровайся? Здравствуйте. Да, все, хорошо, до завтра. Да, 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 да. Все, всего доброго, до свидания. До завтра. Мам, у тебя что, своя бабка есть? Все, ты победил. Ложись с нами спать. Все. Наташ. Хороший. Все, ложимся. Наташ, ну. Он же манипулирует нами. Ты хорош уже. Все, давайте спать, пожалуйста. Витя, подвинься чуть-чуть. В кого ты такой жирный? Да, Витя. Витя. СМЕХ Витя. Виктор. Че? Можно я с вами лягу? СМЕХ Меня-то еле пустили. Ты тут еще. СМЕХ СМЕХ Женщина! СМЕХ За женщину спасибо. СМЕХ Да, пожалуйста. Игнат! Игнат, смотри, кто у нас тут. СМЕХ Игнат, одиннадцатый класс. Бабер? Класс, грызунов. Валентина. Просто класс. Тихо. Слушайте, Наташа, когда засыпает, так смешно посапывает. А Валера? Валера во сне слюнку пускает. Смотрите, туда, обратно. А Витька? Витька-то мой чистый ангелочек. Ну что, на три-четыре? Да. Три-четыре. А-а-а! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай весело. И хай помочь. Подожди, у меня резинка лопает. СМЕХ СМЕХ Только на отпуск накопишь, зуб заболит. Только на диету сядешь, сразу юбилей у кого-нибудь. Ой, колготки наденешь. Кхе-кхе. Что с голосом стало у меня? Кхе-кхе. Сейчас. Бабка поплыла, подожди. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скорую вызывайте, что ли. Я просто ем по расписанию, я извиняюсь. СМЕХ Ну что ты, горло першит-то, а? О, Господи. Только с чего начать-то, я даже не знаю. Куда нам откатиться-то назад теперь? СМЕХ Сначала? СМЕХ Нет, подожди, давай. Вот с этих вот всем. Вот зря ты так, Маринка? О, погоди. СМЕХ Застрял. СМЕХ Есть такая проблема здесь. СМЕХ Прям вакуумно присосалась. СМЕХ СМЕХ Давай весь вот... СМЕХ И хай побольше. Подожди, у меня резинка лопая. СМЕХ СМЕХ Я столько не прочитаю. СМЕХ Витя, защита должна быть, Максим. СМЕХ А сзади, Витя, сзади-то... Давай сзади еще. СМЕХ Сзади-то нулевая сейчас. СМЕХ СМЕХ Вот это... Будем пихать, пока не разорвется. СМЕХ СМЕХ Меня? СМЕХ Ну? Хватит, Витя? СМЕХ Тьфу, Витя, Валера. СМЕХ СМЕХ Ты мне давишь на мозг. СМЕХ 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 Да, я просмеюсь. СМЕХ СМЕХ Ну, давай. Чего я как Карлсон сейчас? СМЕХ 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 Витенька, сейчас начнем, не торопись. СМЕХ 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 Беспроводной интернет... Я без... Я про... Какой? Что ты? Прокашляйся. Хочете мандарин дам. Закусишь мандарином там, и все у тебя хранится. Я все сломаюсь. СМЕХ СМЕХ Что за защита? Витя, ты забыл? Это никакая не защита. СМЕХ СМЕХ Хватит сжать, давай уже делом займемся. СМЕХ 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 По сценарию говорите, пожалуйста. СМЕХ 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 Давай, что дальше делаем? СМЕХ Подожди... СМЕХ Виктор... СМЕХ 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 Это, видите, шапочки? СМЕХ 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 Витя, Витя, шапки из... Ну давай уже! Я только остановился. Ну давай. Ну? Что делаем-то? Сейчас. Витя, Витя, значит... Я вот так буду говорить. Вот так, Витя. Ты не против, Вазака? А то я плакать начинаю, когда я тебя вижу. Нет? Ну? Господи, как из этого потом нарезать-то в эфир всё? Ты ещё нарезать это хочешь? Купи рулон просто. Что ж такое? Тебе любовятся. С тобой поваляешься. Не расплатишься потом. На одной еде разоришься. Давай, давай, наверное, начнём. Здравствуйте. Да. Ты как? Шапочка слетела. Валера! Что, Витя, что? Что, весь концерт будешь настоять? Люди выступать хотят ещё. Для меня рожа красная настолько, Витя, что я не могу показываться сейчас. Вот, что. Мне надо новые штаны. Эти, простянулись. Ну? Да я со штанами не могу же бегать. Мы спасём тебя, Качканар. Витя-ка, ускоряемся. Бегом, Виктор. Что ты ухал? Витя, Витя, Качканар в опасности. Давай, давай, сам, Витя. Расходитесь, пихайте газеты, штаны. Вы не защищены. Витя, Качканар. Угляни, экспер цены. Продолжение следует...